В горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то? Господи, ну Украина, подавили эти огневые точки, вот мы рекламную паузу это обсуждали. Америка, конечно же, таки даст денег Украине, все одобрили, что и требовалось доказать. Было немножко смешно услышать тех, кто считал, что они могут это не одобрить, что вот война закончится, потому что Украина все иссякла, и больше им никто ничего не даст. Дадут! Ну видите, оказывается, Маргарита Симоньян даже не сомневалась в том, что Америка все Украине даст. Мы тут с декабря прошлого года все думали, гадали, когда же просили Конгресс как-то поторопиться, обратить на это внимание Джо Байдена, не мешать Дональда Трампа и так далее. А вот Маргарита Симоньян говорит, боже, да все знали, о чем вы говорите. Ну и о том, что Украине дали помощь или дадут помощь, сказали Симоньян, Соловьев, Скобеева. По-моему, все в круге Путина, но только не Путин. Путин сделал вид, что ничего не произошло. Это как бы такой, стратегия такая или ему действительно все равно? Игорь Александрович. Добрый вечер, Виктория Валерьевна. Рад вас видеть. Слава Украине. Героем, Слава. И я, вы знаете, я думаю, что тут есть разница. Дело в том, что Путин, конечно, верил в то, что он надеялся, верил. Слушайте, я не знаю, я не видел платежек и не знаю, сколько денег Путин валил на своих кровных. Потому что, ну, все, что в России есть, это его личные деньги. Он воспринимает это как свой бюджет, свой кошелек. И он от своих личных денег ввалил немеряное количество в обработку общественного мнения, в обработку конкретных конгрессменов. И все это... Ну, помните, как он был страшно зол, когда вот собирался Киев за три дня и рассчитывал, что все будут радостно встречать? Это же была дезинформация, которой Медведчук его снабжал, когда он вваливал совершенно несусветные деньги миллиарды Медведчуку на то, чтобы он обработал, создал вот эти центры встречи в Украине, центры предателей. Не сработало ничего. Почему-то не сработало. Ну, деньги украдены были, а частично даже использованы, все равно не получилось. Не получилось сформировать вот такие центры предательства в Украине. И здесь тоже надежда на то, что Дональд Иванович Трамп, как они его называют, что он сработает, что он заблокирует помощь, что республиканцы... Ну, одна самая... Одна там безумная дама, которая, которая, так сказать, очень любит в российском телевизоре, она билась, как львица по поводу того, что, ну, пытаясь заблокировать эту помощь, там набрасывалась на Майка Джонсона, обещая, в общем, его придушить. Но не получилось. В конечном итоге не сработало. Поэтому, конечно, Путин разочарован бросить такие деньги и так надеяться... Они правда надеялись. Я имею в виду Путин, Кремль, они правда надеялись, что Дональд Трамп и вот эта вот безумная трампийская группировка в Конгрессе США, они смогут заблокировать эту помощь. Не получилось. Поэтому, конечно, они разочарованы. Ну, а эти, ну, слушайте, они просто ведут себя каждый раз, понимаете, то Киев за три дня, то вот они верят в то, что все равно помощь будет, поэтому война не прекратится. Тут я много раз слышал клевету на аквариумных рыбах, что они в течение пяти минут забывают все, что они слышали. Клевета. Аквариумные рыбки умные, они помнят, это доказано, масса экспериментов есть, что у них сознание есть, что они себя в зеркале узнают. А вот в отличие от вот этой дамы, которую вы ласково называете Маргареточка Симонян, она, в отличие от аквариумных рыбок, она себя в зеркале не узнает. Она вообще еще и не отражается в зеркале, как известные персонажи из известного романа. Поэтому вот это особые существа, они не помнят вчера, что говорили сегодня, они завтра не будут помнить, что они говорили сегодня, они будут, то есть это на этом основано. Они живут в мире постправды, а мир постправды, он требует, чтобы человек не помнил, что он говорит сегодня. Они через пять минут могут говорить прямо противоположные вещи, потому что это мир постправды. И он принципиально отличается. Вообще то, что происходит в российском телевизоре и в российской политике тоже, это не пропаганда, вот как это было, как учил их великий учитель, товарищ Геббельс. Это совсем другое. У Геббельса было так, 20% лжи на 80% правды. А здесь не так совсем, здесь 100% ложь. Просто вот такая вот голая, абсолютно неприкрытая, обнаженная, ну такой стриптиз постправды. Вот в этом они все. Так что вот то, что вы сейчас показали, сегодня Киев за три дня, завтра, ну мы же знали, что Америка даст денег, поэтому война будет продолжаться. То есть никакого, вот вчера только говорили, Киев за три дня, а сегодня говорят, вот американцы дадут денег, поэтому война будет продолжаться. И ни малейшего, ни малейшего даже вообще воспоминания. Еще раз, я просто считаю, что аквариумные рыбки должны подать в суд на, по поводу вот сравнения, так сказать, с такими людьми. Постправда, голая, обнаженная, стриптиз, стриптиз постправды. Это вот то, что вы показали, оно самое и есть. В этот же момент Песков тоже выходит со своими комментариями. Я не знаю, насколько это можно считать комментариями от Путина, поскольку это говорящие усы Путина, но выходит Песков, говорит, что... здесь я на что бы обратил ваше внимание. Если вы помните, год назад все рассказывали о том, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. И каждый миллиард долларов, который США отправляли на заказы в свой ВПК, с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России. Потом все стали причитать о скором, неизбежном крахе Украины, украинского режима. Потом, после того, как очередные деньги Америка выделила для своего ВПК, чтобы потом деньги от оружия отправить на Украину, все стали говорить о том, что удастся избежать краха Киевского режима. То есть акценты очень серьезно мутировали, они изменились. Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная. Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, говорит Песков, но в этот же момент выходит Соловьев и говорит следующее. Никто не поймет нашей доброты, вот этого всего, вот вы. Они уверены, что после того, как мы разберемся с Украиной, мы займемся на то. Ну давайте тогда поможем, уничтожим их сразу. В чем проблема? Отозвать послать из Великобритании, предупредить всех наших в Великобритании, ребята, аккуратнее, Посейдон может прийти и посмотреть на реакцию Риши Сунека. Что, сети будет ставить? Тварь британская, что делать будет? То есть, с одной стороны, ничего не меняется, ничего не происходит. Вообще, как бы, для нас эта помощь, фу, два раза ситуацию на поле боя не изменит, но как только до помощи доходит, сразу же Соловьев хватается за ядерный удар, пепел, труха, туман и так далее. Ну, слушайте, это просто единственное, что может противопоставить, учитывая то, что на самом деле Черноморского флота больше нет. Был, куда-то делся. Российская авиация постепенно начинает тоже куда-то деваться. Пополняет подводный Черноморский флот. Да, то есть, начинаются, так сказать, какие-то проблемы с авиацией. То есть, были истребители, нет истребителей. Были вот эти вот великие, грандиозные самолеты-разведчики, нет самолетов-разведчиков. Постепенно, нет, еще остались, но уже все меньше и меньше. Война переходит на территорию России постепенно и куда-то деваются российские НПЗ. Это, в общем, довольно серьезная проблема, потому что бензин уже в этой связи дорожает. И вот это все, и плюс еще американская помощь, плюс европейская помощь, плюс Макрон говорит о том, что вообще-то Европе надо спасать себя, потому что есть вот эта тьма, которая наступает с востока. Это все достаточно серьезно. Плюс еще, ну, действительно, там и Соединенные Штаты Америки проснулись, наконец, и Европа, в общем, оказывает реальную помощь. Президент Чехии нашел снаряды, Великобритания там тоже действительно оказывает серьезную помощь. Северная Европа вполне себе серьезные вещи делает. Япония оказывает помощь, там, миллиарды и миллиарды долларов. То есть, на самом деле, весь мир как-то постепенно проснулся и понимает, что угроза-то не только Украине, угроза всему, всему цивилизованному человечеству. И вот на этом фоне, а что можно сказать? Значит, вот пока была, пока Соединенные Штаты Америки поставили войну на паузу, а это было на минуточку в течение полугода, практически полгода, Соединенные Штаты Америки прекратили вот эту вот хоть какую-то помощь. Там, ну, была действительно микроскопическая помощь за это время. И, естественно, за это время произошел огромный перевес в России на поле боя в контрбатарейной войне. И, действительно, там на какие-то десятки, может быть, на сотни метров россияне продвинулись, оккупационные войска продвинулись. Но дальше-то тупик, дальше понятно, что в условиях выравнивания сил понятно, что все это прекратится. И на что надеяться? Надеяться можно только на ядерный шантаж. Чем, собственно говоря, занимаются в режиме 24 на 7 практически все российские политики и все пропагандисты? только грозить сарматами, посейдонами, ну и прочими чудовищами, которые на самом деле, в общем-то, как-то часто не удается обнаружить. Но, тем не менее, вот этот ядерный шантаж, это единственное реальное оружие, которым пользуется сегодня путинская пропаганда, и сам Путин лично. Потому что, вот в отличие от всего остального, это действительно производит какой-то эффект. Вот эти красные линии, которые они смогли прочертить в головах западных политиков, они действуют в значительной степени в этом причина того, что помощь не идет в таком масштабе, потому что в головах западных политиков есть эти красные линии, которые работают. Работают так, что вот если действительно оказать серьезную помощь Украине, то, не дай бог, Путин начнет какую-то эскалацию. Какую эскалацию? Ну, естественно, только ядерную. Поэтому это работает. выглядит все это очень смешно, когда Соловьев там говорит о каких-то Посейдонах, которые никто до сих пор не видел. Когда он говорит там о том, что уничтожена будет Великобритания, такое ощущение, что у Великобритании нет ядерного оружия на всякий случай. И представление о том, что можно уничтожить Великобританию, при этом не потеряв Россию, ну, это опять-таки из области вот этого ядерного шантажа, из области тех самых мифов, о которых говорил Маргарита Симонян насчет того, что Киев за три дня. Ну, в конечном итоге, несмотря на безумие всех этих заявлений, как-то это работает. Но сейчас уже, что очень важно, вот последнее, что я в этой свете хочу сказать, последнее заявление Макрона, они как раз говорят о том, что красные линии постепенно начинают стираться внутри черепных коробок западных лидеров. И это очень важный процесс. Я думаю, что это самый главный процесс, который происходит в последние недели. Уже постепенно ядерный шантаж не работает. А это единственное последнее оружие, которое оставалось у Путина. Вы сказали о том, что Путину удалось нарисовать эти красные линии в головах лидеров в Европе. А что касается этих линий, есть ли они в голове не знаю, простого русского обывателя? Потому что пока Соловьев грозит Великобритании ядерным туманом, пока заместитель Лаврова выходит и говорит о том, что если вы в Польшу привезете ядерное оружие, мы ударим по Польше, потому что это будет законная цель. То есть они грозят каждый день миру в разных его углах. Они действительно думают, что они единственная страна на этом глобусе, которая останется жива, и что они смогут здесь существовать? Или же они смогли убедить каждого русского обывателя, что идея «они сдохнут, а мы в рай», она как бы неплохой вариант для них? Вы знаете, на протяжении 25 лет практически, ну там 24 точно, общественное сознание и индивидуальное сознание россиян, оно превращалось в труху. значит, целым рядом инструментов. Во-первых, это постоянные потоки ненависти, постоянные потоки представлений о своем превосходстве. Вот эти бесконечные парады, когда громыхают какие-то железяки по Красной площади и, так сказать, показываются там воздушные парады, вон, смотрите, как они летают, ну, кто же может устоять против этого? Путин рисует какие-то мультики, как, значит, какая-то совершенно фантастическая ракета облетает земной шар и уничтожает штат Флориду. Помните эту, как все рукоплескали, у всех просто, извините за выражение, оргазм был на лице, как у мужчин, так и у женщин. То есть там зал весь просто, просто, так сказать, испытывал наслаждение, представляя себе о том, представляя себе, как, значит, Соединенные Штаты Америки горят. Значит, постоянные, вот это вот постоянное нагнетание, и это действительно значительную часть российского населения они смогли в этом убедить. Вот этот имперский синдром, который разжигался, вот эти имперские язвы расчесывались на протяжении последних 25 лет, они, в общем-то, и раньше были. И раньше. Нельзя сказать, что вообще вот все это началось при Путине. Нет, конечно, это началось раньше, это было всегда, но это было в спящем состоянии. Понимаете, это вот латентная фаза болезни. А Путин все эти имперские язвы начал расчесывать, так сказать, и в конечном итоге действительно превратил их в такой гигантский нарыв. И да, действительно, очень многие в России живут в таком ощущении, что мы самые великие, что нас все боятся, что мы в состоянии управлять всем миром, грозить всему миру, и нам за это ничего не будет. очень трудно сказать, какой процент населения заражен этой болезнью, потому что, как мы с вами неоднократно говорили, Екатерина Валерьевна, что в тоталитарном фашистском режиме опросная социология не работает. Но оценочно, да, я думаю, что значительная часть, там, сколько-то, ну, процентов 20, может, 30, страдают этой болезнью в активной фазе. А остальным все равно. Вот самая, самая-то главная, самая большая проблема российской популяции заключается в том, что главная поддержка Путина это безразличие. Главная поддержка Путина это те люди, которые живут с головой опущенной в землю и думают исключительно о собственном выживании. А на все остальное наплевать. Это поддерживается довольно жестким режимом, то есть на самом деле путинский режим далеко-далеко обогнал Брежневский по количеству репрессий далеко. Здесь уже политзеков намного больше, чем при Брежневе. Вот. Постепенно двигается в сторону сталинского уровня. Ну, а учитывая учитывая социальные сети, учитывая прозрачность, то, в общем-то, сталинского уровня не надо достигать для того, чтобы возник страх. Страх, безусловно, главный, главный фактор воздействия на российское общество. Потому что в Сталинском, вот эти сталинские воронки, они ночью приезжают и, в общем, информация о том, что кого-то взяли, она распространяется, так сказать, не очень бурно. И поэтому, да, многие люди, я просто, ну, поскольку, в общем-то, я, что называется, при Сталине родился, хотя недолго, примерно, ненамного застал этот режим, но я примерно довольно с многими людьми, которые жили при Сталине, общался. И я встречал людей, которые не знали, на самом деле, искренне не знали, что действительно существовали вот эти вот массовые репрессии. Потому что, опять-таки, ночью воронок приехал и увез, и все. А что, куда, кого, неизвестно. Если это не сосед, если это не близкий родственник, то, в общем-то, люди и, ну, не позволяли себе знать. В нынешней ситуации информация о репрессиях распространяется мгновенно через социальные сети. Поэтому можно делать, можно делать, так сказать, осуществлять эти репрессии в 10 раз меньше, чем при Сталине, а получать такой же эффект. И поэтому страх, страх, безусловно, действует. Российское общество запугано, когда даже, вот я сужу там по своему, своей деятельности, и многие пишут, что мы, в общем-то, даже лайк боимся вам ставить, потому что, так сказать, за лайк могут просто привлечь, не говоря уже за комментарий. Поэтому действует страх, ну, в какой-то степени это позволяет, позволяет вот тому, о чем вы говорите, действительно распространяться. Действительно, российская популяция, она в значительной степени раздавлена вот этой пропагандой, плюс страх. Вот это два инструмента, которые, которые действуют и позволяют удерживать вот все это, все это российское население в покорности. Пока, подчеркиваю, пока. Это до серьезного, серьезного разгрома российской оккупационной армии на фронте. Пока это действует. О страхе давайте еще поговорим. Тут, знаете, какая интересная, я сейчас просто пытаюсь выстроить события в цепочку. Как по мне, они выглядят примерно так. Выходит Лукашенко и говорит о том, что никогда они еще не жили так хорошо, как при России. Давайте честно признаем, мы никогда еще так не жили хорошо, как сейчас. конечно могли бы и лучше, но у нас нет того, что есть, к примеру, в Эмиратах и России. Эмираты и Россия две великие страны, которые Лукашенко для себя выделил. Говорит, в принципе, так хорошо еще не жили, но могли бы жить намного лучше. Но в этот момент выходит Скобеева и напоминает о том, что у Украины появились Атакамсы, которые дают Соединенные Штаты и они большей дальности на 300 километров. Для понимания Атакамсы 300 километров это Белгород, Курск, Брянск, Севастополь, Орел, Липецк, Донецк, Луганск, Ростов-на-Дону. Это огромная территория нашей страны, до которой украинцы теперь достают. Говорю, теперь, несмотря на то, что американские источники сообщают, что оружие будет поставлено только к концу недели, но мы всякий раз фиксируем, прежде чем объявлять о военной помощи, американцы, как правило, эту помощь доставляют. Теперь, говорит, можем доставать до Донецка. Вопрос у нас, конечно, остается актуальным. Кто тогда 10 лет бомбил Донбасс, если до этого мы не доставали до Донецка? Но ответ на этот вопрос Скобеева знает сама. И, немножко подумав, она додает еще. Также Соливан сообщил дальность американских ракет. Теперь ВСУ могут относить... То есть, под прицелом Крым целиком, Смоленск, Орел, Воронеж и даже белорусский город Минск. И даже белорусский город Минск. То есть, выходит, Лукашенко говорит, мы еще никогда так хорошо не жили. Она говорит, кстати, Минск, смотрите, Украина теперь может доставать до Минска. Это что, очередная проба пера, очередная попытка затянуть Белоруссию в полноценную войну? Или так совпало? Вы знаете, на меня произвело, конечно, впечатление вот это видео, которое вы показали с Лукашенко. И я думаю, что чего не хватает, я все смотрел, чего не хватает? Не хватает слез. Потому что вот это полная калька с северокорейских фрагментов выступлений Ким Чен Ын, когда просто, ну, они помимо того, что все вот одинаковые абсолютно, они все абсолютно одинаковые, как будто, так сказать, все они однояйцевые близнецы, в том числе, там, мужчины и женщины. И вот, ну, северокорейцы отличаются. Они не только так же реагируют, как и вот эта белорусская элита, они еще и плачут. Вот не хватает, надо шаг еще вперед. И когда Лукашенко говорил, что мы никогда так хорошо не жили, но вот, к сожалению, там, россияне и кто там еще живет лучше, я думаю, что северных жителей КНДР надо было тоже пример поставить, они живут лучше, потому что у них еще помимо восторга, помимо счастья при вожде еще и появляются бурные продолжительные слезы, помимо бурных продолжительных аплодисментов. Ну, это так, ремарка. Я думаю, что Лукашенко есть куда стремиться, и он двигается в этом направлении. Вот он точно двигается в сторону Северной Кореи, а за ним подтягивается и Россия. Теперь, что касается, значит, вот того, что происходит. Ну, опять-таки, значит, какие-то, то, что сегодняшняя помощь, она действительно качественно отличается от вчерашней, имеется в виду, дальнобойной ракеты, а там еще и, не только, значит, американские ракеты, там еще и европейские подойдут. И это действительно создает ситуацию, при которой война, в общем, уже вполне серьезно начнет переползать на территорию России. И это, это меняет дело, в корне меняет дело. И, в принципе, да, 24-й год, конечно, не будет концом войны, 24-й год, скорее всего, наиболее вероятно, в основном, будет все-таки годом сопротивления Украины, годом сдерживания российских оккупантов. Но, в принципе, я думаю, что перелом войны намечается именно в этом году. Именно этот год, вот именно это решение, которое было 20 апреля 2024 года, оно, скорее всего, станет переломным. По крайней мере, к этому есть все предпосылки. В то же время, опять-таки, что касается Лукашенко, он, по-моему, уже даже ответил Скобеевой, что если они хотят или же думают, что Беларусь в эту войну войдет полноценно, то, по-моему, они не собираются никуда идти, и им и так у себя там за ограждением очень даже неплохо живется. Формируется напряженнейшая ситуация на наших южных рубежах. В непосредственной близости от белорусской границы сосредоточена значительная группировка украинской армии, около 120 тысяч человек, территориалы и военные. В приграничных областях выполнен комплекс мероприятий по формированию системы оборонительных рубежей, районов и позиций, которые постоянно совершенствуются. Наша граница с братской Украиной полностью заминирована с их стороны. Мы наблюдаем круглосуточную разведку всех видов, направленную против нашей страны. Фиксируем систематически провокационные и демонстративные действия военнослужащих Киева в отношении находящихся в приграничье сотрудников белорусских силовых ведомств, в том числе с нарушением государственной границы Беларуси. Ну видите, даже немножечко цвета позволили добавить в общую картинку, когда они все сидят, кто-то все-таки есть вот красный костюмчик, какой-то зеленый костюм, они периодически вот мелькают на этом фоне, недоработочка. Но тем не менее, говорит, граница-то заминирована, 120 тысяч человек там стоит, за нами постоянно наблюдают, куда пойдешь, все, никуда не пойдешь, будем стоять здесь. Провокационные действия какие-то, говорит, оказываются в сторону Беларуси, каким образом, потому что там граница заминирована, но тем не менее, Лукашенко виднее, а еще виднее его вот этой вот свите, потому что сказали, что где-то даже беспилотники с Литвы то ли с Латвии позбивали, которые летели в ихнюю сторону, видно, оттуда на Беларусь готовилось нападение. То есть вот я понимаю, что это ответ опять-таки России, что если вы ждете, что мы пойдем и будем наступать на Украину со своей территорией, то, извините, нет, там уже все заминировано. Да нет, ну вообще все надежды. Понятно, что там идет давление на Лукашенко, понятно, что, ну слушайте, давить на Лукашенко дело последнее. Лукашенко намного более опытный, намного более, имеющий гораздо больше опыт выживания вот в тяжелой такой кислотной среде, чем Путин. То есть по сравнению, ну слушайте, Путин в этом смысле он ребенок по сравнению с Лукашенко, потому что ну кто он такой? его просто взяли, подсадили на это кресло, с трудом его водрузили на это кресло президента России и значит вот так сказать, ну спецоперация преемника, который много говорится и очень хорошо известно в деталях. Понятно, что он на самом деле просто вот, ну что называется, дуриком был возведен на этот трон, ничего для этого не делал, никогда не был политиком, никогда в жизни не находился в конкурентной среде. Лукашенко, он в общем-то, ну потом, да, потом он стал узурпатором, но сначала первые свои выборы, первые, самые первые выборы он в общем-то выиграл в конкурентной среде. и это в общем, действительно, он опытный популист и он обладает определенным, так сказать, там политическим дриблингом, и кроме всего прочего, он умеет выживать в условиях лавировать, вот долгие годы он лавировал между Россией и Европой. Мы помним вот эти вот все его загогулины, все эти его кривляния, так сказать, которые были достаточно успешны. Он постоянно, так сказать, как опытный манипулятор, чуть что, так сказать, а вот если Россия будет плохо вести себя, мы пойдем в Европу, а если Европа будет плохо себя вести, мы в Россию пойдем. В общем, короче говоря, так манипулируя, он сумел, в общем, продержаться намного дольше, чем Путин. Вот, поэтому давить его бесполезно. Он понимает прекрасно, что любая попытка перевести вот эту вот, скажем так, пассивную помощь России, а он действительно военный преступник, потому что он соучастник, но он соучастник пассивный, он предоставляет свою территорию для ударов по Украине, но свои войска он, естественно, против Украины не бросит, ну, по крайней мере, до последнего он будет держаться, потому что как только он действительно перейдет эту границу и как только белорусские войска перейдут границу и вступят в бой столкновения с украинскими войсками, они будут уничтожены сразу. И это Лукашенко прекрасно понимает, и он прекрасно понимает, что, значит, это будет, скажем, запущен отсчет, обратный отсчет его пребывания на этой земле, потому что очень быстрое уничтожение белорусских войск приведет к тому, что вполне возможно, что действительно удержится он за счет силы, за счет штыков, там, поддержки самого общества очень немного, в отличие от России. В России совершенно другая ситуация по сравнению с Белоруссией. И поэтому я думаю, что Лукашенко это прекрасно понимает, и он прекрасно понимает, что для него вступление в войну против Украины это довольно быстрая политическая и физическая смерть. Ну, а что касается спекуляции, что на него там кто-то нападает из Европы, ну, слушайте, это большой сказочник Лукашенко в смысле создания рассказов, в смысле придумывания всяких сказок, он, ну, пожалуй, тоже, и как сказочник он тоже посильнее, чем Путин. Видите, получается, что сначала он приоткрыл границу, дал войскам России пройти на территорию Украины, также военные были из Беларуси, потому что тоже есть факты подтвержденные, но тем не менее, зашли, потом он говорит, ой, слушайте, нам надо подготовиться, надо потренироваться, технику надо пересчитать, помыть ее там, привести в порядок, понимаете, надо какие-то жетончики заказать, ну, как тем, кто будет идти воевать, надо жетончики купить, потому что мы их не купили, мы же не знали, что война будет, ну, как бы, если есть война, тогда надо жетончики купить, купим какие-нибудь им, вот это вот, надо тендер провести, пока не время, ой, слушайте, тут вот Польша к нам, она, знаете, на нас как-то так не очень хорошо смотрит, надо, знаете, границу проверять, вот, ну, собственно, а теперь куда пойдешь, все, граница на замке, извините, там все заминировано, куда же мы пойдем, мы не можем никуда идти, все, мы будем дома, извините, на этом как бы все наши пробы, в принципе, прорвать границу Украины, на этом можно считать исчерпанными. Вы, кстати, сказали о том, что не могут или же боятся поставить там лайк под вашим видео, потому что боятся преследований, а тут, видите, оказывается на территории России целый район не боится донатить на ВСУ. Уважаемые кузбассовцы, нас ежедневно, ежеминутно атакуют украинские спецслужбы. С начала года мошенники вынудили кузбассовцев перевести на счета, с которых оплачиваются дроны и вооружение ВСУ, миллионы рублей. Обманывают всех. Под прицелом самые беззащитные. Наши родители, наши близкие. Мы обязаны это остановить. Каждый из нас должен предупредить, в первую очередь, родителей, детей, коллег, друзей об опасности. Эти переводы финансируют врага. На предприятиях, в организациях, учреждениях ввожу персональную ответственность руководителей за разъяснительную работу по этому вопросу. Вы лично отвечаете за каждого сотрудника. Главное – предотвратить преступления. Каждый должен помнить – перевел деньги, помог врагу. Понятно. Кузбасс донатит справно на ВСУ. Молодцы. Ну, что можно сказать? Я не знаю. Ну, вот, конечно, больше идиотизма придумать трудно. Я представляю себе, как, значит, я не знаю, личный генерал Буданов или кто-то еще из, значит, украинской разведки проник на территорию, значит, Кемеровской области и, значит, выкручивает руки пенсионерам. Проникают в квартиры и заставляют. Отправляют последние гроши свои и свои пенсии, отправляя на ВСУ. Как они это видят, это невозможно придумать. Это действительно анекдот. Просто ходя. Ну, собственно говоря, так как-то исторически сложилось, что этот замечательный край, Кемеровская область, Кузбасс, он постоянно, там очень сильно не везет всегда с начальством, там то был Тулеев, то вот этот вот идиот. Ну, вот, к сожалению, такая вот история, что в таком крае начальство сплошь идиоты. Ну, Кемеровская область отличается. Они всегда отличались по почти стопроцентным голосованием за Путина, поэтому вот этот вот карикатурный персонаж, это не исключение, это правило. В регионах России иногда чудесные вещи происходят. Казалось бы, Кузбасс, промышленно-индустриальная территория, тем не менее, Кузбасс это одна из аномалий России, это беда. Вот то, что мы сейчас видели, это очень типично для именно Кемеровского начальства. Ну, видите, я так понимаю, что следующий шаг будет Кузбассовский батальон, который будет работать вместе с батальоном Свобода России и с сибирским батальоном и так далее? Вы знаете, кстати говоря, вот я не знаю, вы это всерьез или в шутку сказали, но на самом деле я это не исключаю, потому что, почему я сказал, что это замечательный край? Потому что вот то, что, ну, слушайте, это шахтерский край. Шахтеры, я в свое время много поездил по Кузбассу и в том числе и как бы встречался с шахтерами. Это народ, который смерти вообще не боится, вообще в принципе не боится. Они все время на грани жизни и смерти существуют. И в свое время, когда, значит, были, так сказать, протесты, все помнят, как шахтеры приезжали, вот именно из Кузбасса приезжали шахтеры и стучали касками по брусчатке напротив Белого дома. И это заставило очень серьезно, так сказать, Бориса Николаевича, так сказать, подвинуться. То есть это люди, которые ни черта не боятся. Поэтому я думаю, что я не исключаю, что в дальнейшем будет Кузнецкий батальон, Кузбасский батальон, Кемеровский батальон, Прокопьевский батальон, которые приедут в Украину и дадут шорох, так сказать, всем этим оккупантам. Ну, сейчас действует Сибирский батальон, Кузбасс это все-таки Сибирь. Но вот я думаю, отдельный батальон, когда их достанет, всерьез достанет режим и достанут эти идиоты во власти в этом крае, я думаю, что это еще впереди. И в какой-то перспективе, я думаю, что Путин еще услышит голос кузбасских шахтеров. Мы за регионы заговорили. Тут новая газета Европы в своем расследовании отмечает, что впервые врачи озвучили журналистам диагноз Кадырова и говорят о том, что у него некроз поджелудочной железы. И еще его в январе 2019 года поставили ему, потом он его скрывал, потом он был вынужден уйти в отпуск из-за временной нетрудоспособности, потом он лечился. Сейчас он пытается делать вид, что он жив, здоров и спортивен, поэтому каждый день выкладывает какие-то там фото, видео из спортзалов. Но, опять-таки, по данным новой газеты Европы, на смену ему готовят главу чеченского спецназа Апти Алаудинова. Насколько это может быть близко к правде? Это все может быть. Он действительно, последнее видео с Кадыровым, ну, за исключением тех, где он в спортзале, там, я не знаю, насколько это монтаж, насколько это какие-то зигзаги самочувствия. То есть, в общем, всякое. У нездорового человека всякое бывает. Иногда приводят в чувство, могут выставить его в спортзал, там, помогать ему как-то выглядеть неплохо. Ну, и другие видео, где видно, что он вообще с трудом передвигается, с трудом сидит и даже больше лежит. Там было несколько его заявлений, где он явно лежа это все делает. Так что, скорее всего, да, действительно, человек болен. Вот. Конечно, в общем-то, мне, как человеку, так сказать, убежденному гуманисту, в данном случае сложно. Но, тем не менее, я желаю ему, конечно, быстрой и желательно не очень мучительной смерти, потому что, на самом деле, существо это крайне вредное и крайне опасное для человечества, я имею в виду Кадырова. Вот. Что касается замены, то я не думаю. Тут очень многие высказывают там сомнения, говорят, что для Путина это будет какая-то проблема, смерть Кадырова. Да нет, никакой проблемы не будет, никакого труда ему не будет позвать любого просто пальчиком поманить, и любой, на ком остановится выбор Путина, прибежит на полусогнутых и скажет, чего изволите. И Путина не составит большого труда как бы заменить Кадырова, но учитывая то, что путинский режим полностью связан пуповиной с кадыровским, с чеченским, и, ну, не знаю, может даже сэкономит, может быть, сможет там дань, которую Путин выплачивает на протяжении вот этих вот десятилетий лично Кадырову, может быть, со следующим смотрящим за Чечнёй удастся договориться на меньшую сумму. Единственное, что может произойти, это то, что Кадыров сейчас претендует на, ну, учитывая особенности характерологические этого персонажа, он претендует сейчас на то, чтобы контролировать не только Чечню, но и весь Северный Кавказ. Ну, и в какой-то степени там надувать щёки, демонстрировать, так сказать, какую-то там активность за пределами Чечни и Северного Кавказа. Я не уверен в том, что следующий гауляйтер, следующий шах-ин-шах, или как его там будут называть чеченской вот этой вот теократии, будет столь же активен. Но это уже дело такое, это не самое главное. Я думаю, что вообще проблем для путинского режима, замена чеченского гауляйтера, она мало что изменит. Скорее всего, если это произойдёт, это произойдёт достаточно безболезненно. Ну, а уж что касается пиара, я думаю, что пиара будет меньше, карикатурности будет меньше, эффективности, скорее всего, будет тоже меньше. Но в конечном итоге, я думаю, что в любом случае подобного рода событие, если оно произойдёт, оно будет, пожалуй, что и на пользу силам добра. Потому что, в общем, от Кадырова вреда было очень много, безусловно. И да, ничего хорошего от Алиудинова не приходится ждать. Это такой же людоед, как и Кадыров, но всё-таки масштабом поменьше и влиянием поменьше. У Кадырова всё-таки было достаточно большое влияние, чего точно не будет у его преемника. Ну, вот Аптия Алаудинова недавно назначили на должность заместителя главы Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ. Стал он теперь выступать на официальных мероприятиях. Журналисты говорят, что речи его грамотно подготовлены и качественно отличаются от других чеченских лидеров. У меня вопрос, конечно же, например, сможет ли, ну опять-таки, Чечня воспользоваться этим шансом смены власти и воспользуется ли. И вопрос второй. Мы же помним, что Кадыров приезжал с сыном со своим. Мы помним, сколько этому сыну прощалось в его 17-летнем возрасте. Мы помним, как после избиения заключённого он ещё и награду получил. И вот тут вопрос, опять-таки, если Путин увидит следующим Кадыровым Алаудинова, а сын Кадырова не скажет, как бы, извините, это же моё, это же всё мне в наследство должно было передаться, это же я, это же мне. Да, ну, скажем так, вы правы, конечно, что Кадыров, в принципе, пытался строить такую наследственную монархию, но он как бы запоздал с сыном, то есть, на самом деле, как бы, если бы он пораньше смог родить, там, лет 12 своего наследника, то, может быть, у него бы что-то получилось. Мы помним, что сам Рамзан Кадыров, он пришёл после убийства отца, после того, как, значит, был убит его отец, он тоже не достигал возраста, который был необходим для того, чтобы занять кресло главы Чечни. Ну, и, ну, поскольку там был, если не ошибаюсь, где-то полтора года зазор, то его назначили главой правительства, и фактически он был, по сути дела, руководителем первым лицом Чечни, но, как бы, при другом президенте, который, на самом деле, ну, знал точно, что, так сказать, он временный и прекрасно понимал, что, на самом деле, хозяин Чечни – это Рамзан Кадыров. Ну, там был зазор, если я не ошибаюсь, примерно полтора года. Здесь зазор, ну, огромный, там зазор намного больше 10 лет, и, естественно, в такой ситуации, конечно, вариантов, что назначат 17-летнего недоросля, так сказать, ну, это просто исключено. Поэтому Кадырову-младшему придется просто заткнуться. Вот, там будет, то есть Кадыров смог насадить, он же практически всю свою семью, многочисленных дочерей, многочисленных, там, значит, этих самых сестер, братьев и так далее. Весь клан Кадыровых, он был при должностях. И, конечно, некоторые завихрения там будут. То есть, ну, какие-то трения, если случится то, что, в общем-то, я очень хочу, чтобы Кадыров наконец-то, то, конечно, Алиудинову придется, так сказать, ну, почистить. Почистить аппарат, почистить, как бы, структуры власти. Ну, я думаю, что он это справится. С этим справиться легко, потому что, на самом деле, собственно говоря, и Чечня-то вся, она оккупирована. То есть, Чечня никогда, чеченский народ никогда не знал шах-ин-шахов, никогда не знал вот этой вот наследственной монархии. Поэтому это было очень серьезное насилие над чеченским народом. Вот такое вот выстраивание единовластного режима, наследственной монархии. Поэтому я думаю, что, ну, какие-то трения будут, там, ну, пару-тройку, может быть, десяток человек придется куда-то вывезти, и они могут исчезнуть. То есть, какие-то небольшие, так сказать, волнения, ненародных волнений не будет. Ну, а просто будут, так сказать, потихонечку, ну, как в Орде было. Вот, значит, в Золотой Орде периодически, так сказать, ордынцы резали своих ханов, потихонечку-тихонько травили, резали. Все это было тихо, спокойно, без всяких народных волнений. Вот я думаю, что в Кадыровской Чечне после Кадырова произойдет что-то вот подобное. Ну, потихонечку люди какие-то будут исчезать. Я думаю, что если такое произойдет, то клан Кадыровых, он, ну, как-то подвинется. В конечном итоге эту проблему любой прием... Потому что власть в России все-таки идет из Кремля. И пока, пока, по крайней мере. Но я думаю, что Чечня это сегодня как такая сжатая пружина. Она ждет своего часа, чтобы распрямиться. Игорь Александрович, я на этом говорю вам спасибо. Спасибо, Екатерина Валерьевна. И я думаю, что до встречи на следующей неделе. Всего вам доброго. До следующей встречи традиционно говорю славу Украине. Героям славы. И смертным клятым врагам нашим. Дякую всім, кто был с нами. Дякую за ваши вподобайки и комментарии. Вони особенно для нас ценны. Мы их бачим, читаем. И дякую, кто подписывается на YouTube канал 24-го канала. Побачимся с вами, бережите себя и па-па.